В каких условиях у вас образовывалась спокойствующаяся форма присутствия перфлората? Какой был выход по сравнению с контрольными? И каковы свойства? Они обладали какой-то устойчивостью, каким-то непрозаприятным, повреждающим воздействием? Это очень интересно. Это очень интересно, но, к сожалению, нам не удалось этим заняться в полной мере. И до сих пор не удалось. Условия были два. Это вот перфлорат, это случайно получилось. А второе, это голодание. То есть, как только исчерпывался от СО2 и водород, они начинали образовывать. Выход мы не определяли. То есть, к сожалению, ну, наверное, процентов 20-30. Ну, то неплохое выход. А там устойчивость, как-то, не знаю. Не определяем. Да, это все хотелось, но не получилось. Если говорить об устойчивости, да, и связывать с окислительным стрессом, там устойчивость связана с ферментами окислительного стресса, то фермент окислительного стресса присутствует и в микроорганизмах умеренных широт, поскольку вообще ситуация стресса, она может реализована быть в любых условиях. Не было каких-то хотя бы прикидочных экспериментов по сопоставлению со штаммами, выделенные из умеренных широт, но только не с коллекционными штаммами, потому что при пересевах устойчивость, как правило, снижается, а вот какими-то, ну, относительно свежевыделенные, потому что ваши штаммы, это вот недавно выделенные, так сказать, нет, к сожалению, вот таких не проводилось экспериментов, но вот что касается генов устойчивости к стрессу, что было интересно, значит, метанобактерии, они не имеют, например, такого фермента, как каталаза, он им не нужен, а имеют метаносорцин. И вот наши метаногены из Мерзлоты, они показали, что у них присутствуют ферменты, родственные ферменты из метаносорцин. То есть это очень далекие, можно сказать, роды. И мы, к сожалению, со свежевыделенными из нормальных экосистем не сравнивали. Это интересный подход, мы, конечно, подумали. Я прошу прощения за непрофессиональный вопрос, я в этом плохо разбираюсь. Значит, вот биота на Земле живет за счет накачки энергии от Солнца, ну, через зеленые растения. Вот кто накачивает энергию в биоте, в экосистемах, да, вот эти контейны, они живут без Солнца. Вот кто, что является источником энергии, который поддерживает популяцию? Вот вчера был доклад Елизаветы Александровны Маловской, она сказала вещь интересную, о которой я не думала, но вот это про, значит, в земных условиях, вот действительно, продуцентами первичными являются фотосинтетики. А наши микробы, которые мы изучаем, которые получают энергию из водорода и СО2, это у них источник энергии, им не нужен свет. То есть они в земных экосистемах выполняют заключительный этап разложения этого органического вещества. То есть оно образовалось, а потом идут много стадий его разрушения, и снова они образовали органическое вещество. А вот в таких экосистемах, где нет энергии Солнца, скорее всего, они могут являться первичными продуцентами. За счет их потенциала, грубо говоря. Да, за счет водорода. За счет водорода, да. Я еще забыла сообщить, вот был интересный очень эксперимент модельный на смектите и металлическом железе. То есть американцы проверяли, могут ли расти метаногены в атмосфере СО2 на смектите и перемешанном с мелкодробленным металлическим железом, железо-ноль. И оказалось, что вот в этой системе смектиты железа образуется водород, который метаногены используют, и они образовывали метан. То есть есть варианты там многочисленные. То есть, грубо говоря, химпотенциал может быть источником жизни. Конечно. Спасибо.